принятие это нечто больше чем умственное упражнение когда мы говорим о господь я принимаю я принимаю нет это значит что я беру что-то во владение тогда я спросил господа все это очень хорошо но как мне это сделать на практике как взять это все во владение он ответил мне и я говорю вам вот что надо делать чтобы принять от бога вы берете его слова в свой разум берете их свое мышление берете их свой словарный запас берете их свою жизнь другими словами когда вы говорите что принимаете что-то то показателем того что вы приняли является то что что теперь это в вашем разуме. Вы приняли это, потому что теперь это в вашем мышлении. Вы приняли это, потому что теперь это в ваших словах, в вашей речи. Вы приняли это, потому что теперь это в вашей жизни. Ясно, очевидно, что вы взяли это, потому что это сильно повлияло на вашу жизнь. Когда вы что-то берете, та женщина, взяв исцеление, уже не могла жить по-прежнему. Аллилуйя! Исцеление доступно для вас. Просто надо его взять. В своем разуме я думаю об этом. Я думаю. И чем больше я думаю, тем больше упражняюсь в присутствии Божьем. Я все более осознаю его. Я принимаю предлагаемое Богом в себя. Я принимаю ставшее для меня доступным в свою речь. Я беру приготовленное Богом. Мы много чего напутали. Вы думали, что принимать от Бога надо на основании того, чего мы не будем делать. Вы думали так. Я приму свое исцеление, потому что не буду принимать лекарства. Я приму свое исцеление, если не пойду к врачу. Но это неправильно. Вы основой своего принятия сделали то, чего вы делать не будете, а это практически дело плоти. Нет. Когда вы что-то принимаете от Бога, вы берете его во владение. Вы владеете им в своем разуме, в своем мышлении. Вы владеете им в своей жизни и в своих делах. Знаете, очень опасно, когда люди называют верой то, что верой не является. Особенно сейчас, когда Дух Святой наставляет вас на всякую истину. Некоторые говорят другим людям, «У тебя нет веры, потому что ты пошел к врачу». И теперь вы чувствуете осуждение из-за того, что не выполнили требование не ходить к врачу. Вы думаете, что не ходить к врачу — это и есть вера. И вот человек говорит, «У меня будет вера. Я не буду принимать лекарства. Я не буду ходить к врачам. У меня есть вера». А потом, через неделю, мы этого человека хороним. Дух Божий наставляет вас на всякую истину. И Он будет давать вам конкретные наставления. Дух Божий скажет вам, «Иди к врачу. Соглашайся на операцию, принимай это лекарство». Дух Божий дает вам мир по поводу всего этого. Мы знаем, что сами по себе врачи не способны ничего сделать. Мы знаем, что само по себе лекарство не способно ничего сделать. Любое лечение само по себе ничего не способно сделать. Подчинитесь водительству Духа Божьего и говорите, «Я принимаю исцеление во владение в своем разуме, в своем мышлении. Бог со мной. Доктор, давайте я помолюсь за вас. Бог со мной». Вот так живут жизнью веры. Не буду я искать работу. Бог сам даст мне ее. Ну вот, это то же самое. Вы же знаете, что работа сама к вам не придет. «Начните действовать, и позвольте Духу Божьему вести вас». Это и есть жизнь веры. Жизнь веры значит следовать за Духом Божьим, когда Он открывает вам истины в вашей жизни. Жизнь веры — это не то, чего нет в Библии. Но что придумали христиане? В Библии этого нет, но христиане придумали. Библия совершенно ясно говорит о нашей части вере. Верить и принимать. Я верю, я принимаю во владение. А во всем остальном следуй за Духом Святым. Я верю в то, что я преуспевающий. И именно это будет в моем разуме. Это будет в моих устах. Это будет в моей жизни. И дальше. Я позволяю Духу Божьему вести меня к тому, что я приму во владение. Вам понятно это? Вы знаете людей, которые делали так, как я проиллюстрировал, которые вызвали у вас чувство осуждения, сделав то, что, по их мнению, было сделано по вере. И такие люди хвалятся этим. Аллилуйя! Буду молиться, буду поститься 30 дней. И, конечно же, Господь это сделает. А что происходит, когда Он не делает? Бог говорит, «Я не сказал тебе делать это. Я сказал тебе принимать». Принимать. Я готовлю вас к тому, чтобы в вашей жизни были результаты. Я больше не хочу играть в церковь. Я готовлю вас к тому, чтобы вы жили жизнью веры. Я слушаю людей, которые приняли эту истину. Недавно я слышал, как Кеннет Коупленд рассказывал. Его тело подверглось атаке со стороны болезни. Он погрузился в Слово Божие и каждый день питал им себя. Дни по памяти. Он открывал Слово, читал и усваивал его. Он верил Слову и принимал его истину. И в то же самое время он принимал лекарства. В конечном итоге Бог исцелил его. Понятно? Но он, веря Богу, не отказывался от лекарства. Есть среди вас те... Я обращаюсь ко многим мужчинам, афроамериканцам. Вы боитесь пойти к врачу? Пойдите и проверьтесь, друг мой. Пойдите и проверьтесь. Пусть Господь поведет вас пойти обследоваться. И если у вас болезнь, она выявится рано, и все это не кончится плачевно для вас. Я вам гарантирую, в какой-то момент Дух Божий говорил вам, пойди обследуйся. Но вы испугались и сказали, нет, я не буду этого делать. Не пойду я обследовать простату. Пусть Дух Божий ведет вас. Понимаете? Дух Божий может действовать и так. Он и так может действовать. Вы идете к врачу, обследуетесь. Болезнь выявляется на ранней стадии. Врачи говорят, хорошо, что вы пришли вовремя. Мы сможем это вылечить. И вы сможете воздать Богу славу. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты повел меня сделать это. И повел меня сделать другое. И повел меня сделать третье. Вместо того, чтобы «Я связываю тебя, дьявол!» Не пойду я никакому врачу. Врачи от дьявола. Нет, это не так. Врачи и медицинские технологии — это благо. И Дух Божий поведет вас к этой истине. Я верил в то, что Бог исцелит мои глаза. Зрение у меня упало до 20%. Я провозглашал и провозглашал исцеление. И потом изобрели лечение лазером. Помните это время? Придумали лечение лазером, и я сказал, «Послушайте, Господь ответил на мою молитву». Вы скажете, «Каким это образом?» Я все время верил, и моя молитва была отвечена Господом. Я получил ответ по благодати Божьей. И было не так, что, как говорят некоторые, ваши глаза не были исцелены по вере. Так было бы, если бы сам Господь пришел, и когда вы спали, прикоснулся бы к вашим глазам. «Не надо было Господу приходить и касаться моих глаз. Все, что мне надо было сделать, это записаться на прием к офтальмологу». Господь, действуя через его руки, прикоснулся к моим глазам, и, встав с операционного стола, я мог видеть то, чего не видел раньше, и сказал, «Вы представляете, я хорошо вижу». Даже и не знаю, сколько людей покидает этот мир раньше времени из-за того, что неверно истолковали значение жизни по вере. Пусть Дух Божий... Приведу вам еще один пример. Один евангелист с женой собирался отправиться в поездку на служение, и Дух Божий сказал ему, «Подожди пять минут, пока не выезжай». Но он сказал, «Кровь Иисуса покрывает и защищает нас», и все-таки поехал. Они попали в ужасную аварию, и оба оказались в реанимации. Жена умерла, он помолился за нее, и Бог воскресил ее из мертвых. Но понимаете, в чем тут суть? Дух Святой, автор Слова Божьего, сказал евангелисту, «Подожди пять минут». Но он, обратившись к написанному слову, сказал, «Вот что здесь говорится». Пожалуйста, послушайте меня. Когда приходит слово «Рэма», оно всегда главнее слова «Логос». Это то же самое слово, но поэтому Бог и хочет, чтобы вы жили по Духу, а не по написанному слову. Потому что Дух Божий может сказать вам то, что не записано. Он может вам сказать, «Подожди пять минут», в то время как в написанном слове сказано, «Бог твоя защита». А что делает Дух Божий? Осуществляет написанное в слове. Настало время нам возрасти и начать жить по водительству Духа. Аллилуйя. Ваша жизнь изменится, если вы примете во владение, в свой разум, в свое мышление, в свою речь, в свою жизнь то, что я говорю вам сейчас. Вы получили совершенно новое откровение, когда я спросил вас, «Вы приняли эту истину?» И знаете, это должно пойти дальше, чем «Да». Потому что ключ по-прежнему может быть в моей руке, а вы будете сидеть с другой стороны и говорить, «О, да! Да, Иисус! Я принимаю. Вам надо делать не так, а принять праведность во владение и соответствующим образом думать». Знаете, Библия говорит, что Слово Божье — это жизнь. «О, Иисус!» Слово — это жизнь. Поэтому, принимая Слово Бога, вы принимаете его жизнь. Чем больше вы проводите времени в Слове, тем больше жизнь Божья пропитывает само ваше существо. Она начинает касаться каждой клетки вашего тела. Жизнь Божья начинает делать изменения в вас, потому что вы вкладываете в себя Слово Божье. Чем больше вы вкладываете его в себя, тем больше оно вкладывает в вас Божью жизнь. Скажите мне, кто может быть против вас, когда вы вливаете силу Слова Божьего вовнутрь вас? Может казаться неважным сидеть и читать Библию, но вы тем самым вкладываете в себя жизнь Божью. Аминь. О, Иисус, я чувствую, что-то происходит внутри меня. Можно кричать, прыгать от радости, а можно просто сидеть и говорить. Я мог и не приходить сюда сегодня, но понятно, что вы говорите. Ну да, правильно это все. Ну что, что еще вы скажете? Давайте. Хорошо. Итак, вы принимаете праведность, а теперь послушайте. Я должен принять во владение истину о том, что я праведен перед Богом, не по своим делам, а благодаря тому, что сделал Иисус. Если я смогу удерживать свою позицию в праведности, что я праведен перед Богом благодаря тому, что сделал для меня один человек, если я буду оставаться в такой позиции и владеть этой истиной в своем разуме, в своем мышлении, в своей жизни, тогда у меня будет свободный доступ ко всему изобилию благоволения Божьего, как у того, кто праведен по вере в Иисуса Христа. Зная это, враг говорит, вот что я сделаю, чтобы заблокировать доступ ко всему, в чем ты нуждаешься в жизни. Я буду нападать на твою позицию праведности через осуждение. Я буду приходить к тебе каждый раз, когда ты что-то будешь делать несовершенно, и буду напоминать тебе, ты не можешь быть праведным, посмотри, что ты сделал. Я буду приходить к тебе, когда у тебя появится плохая мысль, когда ты неправильно себя поведешь. Я буду приходить к тебе, когда ты не будешь читать Библию три дня. Я буду приходить к тебе и обвинять в том, что ты не являешься праведным. Я буду это делать до тех пор, пока своими речами не выведу тебя из твоей позиции, пока не добьюсь того, что ты подумаешь, что лишился своего дара. Если я добьюсь того, что ты будешь чувствовать себя неправедным, если я добьюсь того, что ты вернешься к своим делам, пытаясь заработать праведность, если я добьюсь того, что ты будешь полагаться на свои дела, а не на дела Иисуса, тогда я заблокирую твой доступ к тому, что Бог для тебя приготовил. И все, что мне надо делать, это брать твои поступки и обвинять тебя. Да, к примеру, вчера вечером вы сделали неправильный поступок, и тогда дьявол скажет, «Как ты можешь петь в церкви после того, что сделал вчера вечером?» «Ты неправедный». Ведь то, что ты сделал вчера вечером, не было праведным. Так как же ты можешь быть праведным? Ведь праведный и живет правильно, а ты поступил неправильно. Разве ты можешь быть праведным? И вы думаете, «Да, наверное». И тогда дьявол скажет вам, «Ты же знаешь, что ты лицемер». Это самое популярное обвинение дьявола. Ты лицемер. Лицемер, как ты можешь приходить в церковь, поднимать руки в хвале и говорить, что ты праведен по вере в Иисуса Христа после того, как мы с тобой знаем, что ты сделал вчера вечером? Он пытается отговорить вас от вашей позиции праведности. А вам надо говорить, «Я праведен не потому, что я что-то сделал или чего-то не сделал. Я праведен исключительно на основании того, что Иисус сделал для меня. Я праведен, когда встаю. И я праведен, когда падаю. Я праведен, когда поступаю хорошо. И праведен, когда терплю неудачу. Я праведен, когда живу свято. И я праведен, когда сделал что-то не святое». Но вот в чем суть. Если я останусь в позиции праведности, то даже неправедное Бог обратит во благо. Так что каждый раз, когда к вам будут приходить такие слова осуждения, открывайте уста и говорите, «Я праведен перед Богом». Дьявол скажет вам, «Ну, конечно же, ты можешь это сказать Крефла в церкви. А мне это не надо говорить, ведь я знаю, что ты неправеден». А вы, как бы там ни было, «Я праведен перед Богом по вере в Иисуса Христа». Ну а что насчет того, что ты сделал вчера вечером? «Я праведен не на основании того, что я сделал вчера вечером. Я праведен на основании того, что сделал Иисус 2000 лет назад». Начните читать дьяволу лекцию. Если он хочет поговорить, то поговорите с ним и скажите ему так, «Ты хочешь показать мне свое знание? Ты приходишь и говоришь мне, что я не являюсь праведным? Минутку. А каким это образом Иисус взял на себя мои грехи, никогда не согрешив? Как это произошло, если он никогда не согрешил?» То же самое и тут. «Я праведен перед Богом не на основании своих праведных поступков». Аллилуйя! Если вы поймете, как Иисус, не согрешив, взял на себя грехи, то вы поймете, почему я праведен перед Богом при том, что ничего не сделал для того, чтобы это заслужить. Девятнадцатый стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие какими? Грешными. Так и послушанием одного сделаются какими? Праведными многие. Один человек ответственен за то, что все сделались грешниками. Вы были зачаты во грехе и родились в беззаконии за того, что сделал Адам. Но Писание говорит, что послушанием одного сделаются праведными многие. Обратите внимание, вы стали грешником не из-за того, что вы сделали. Вы стали грешником из-за того, что сделал Адам. Поэтому обратите внимание, вы сделались праведным не из-за того, что сделали вы. Вы стали праведным благодаря тому, что сделал Иисус. Аминь? Вы сделались праведным благодаря тому, что сделал один человек. Пожалуйста, хорошо запомните это. Вы стали праведными не на основании того, что сделали вы. Вы праведны на основании того, что сделал Иисус. Церковь всю жизнь внушала вам сознание греха. Откройте третью главу посланий к кремлинам. Церковь постоянно внушала вам, что вы никто иной, как грешник, спасенный благодатью. Кто из вас слышал, что мы грешники, спасенные по благодати? Поднимите руки. Ого! Мы грешники, спасенные по благодати. А кто из вас раньше слышал, что все мы согрешили и лишены славы Божьей? Поднимите руки, если вы такое слышали. О, мы все согрешили и лишены славы Божьей. Давайте я покажу вам истинное значение. 23 стих. Видите этот стих? Послание к римлянам 3.23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Видите, что тут написано? Нельзя вырывать 23 стих из контекста и при этом думать, что это правильно. Нельзя даже говорить, что все согрешили и лишены славы Божьей вне контекста. Вы помните, что я вам говорил? Если вы вырываете что-либо из контекста, то остаетесь с обманом. А это и есть обман, когда кто-то подходит к вам и говорит, «Знаешь что, брат? Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому не называй себя праведным, потому что все мы согрешили и лишены славы Божьей». Нельзя такое говорить вне контекста, потому что получается обман. Это обман. А что говорит Писание в контексте? Для этого надо обратиться к 20 стиху. «Потому что делами закона не оправдается, не будет объявлено праведной, пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Таким образом, закон дает вам познание греха. Если бы не было закона об ограничении скорости, то вы, превышая скорость, не знали бы, что это неправильно. Но смотрите, что написано в 21 стихе. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки». «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Обратите внимание на сказанное. Речь идет о праведности по вере. Правда, праведность Божья, через веру в Иисуса Христа. Это так? Верно? «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». И дальше апостол говорит, «Ибо нет различия». Остановимся на этом. «Ибо нет различия между праведностью, доступной всем». Разница между праведностью, доступной всем верующим, и чем еще? 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Вот так и все могут быть праведными. Апостол говорит о праведности, доступной всем, всем верующим. Он говорит, что нет разницы между тем, что грех стал доступным всем через то, что сделал один человек Адам. Павел говорит, что эта праведность стала доступной всем верующим, и нет разницы. Вот так же и все могут стать праведными. Вот о чем говорит апостол. Однако, читая этот стих вне контекста, вы создаете сознание греха. И люди тогда больше сосредотачиваются на грехе, а не на праведности. И тогда человек говорит, «Я всего лишь грешник, спасенный по благодати». Нет, подождите. Так кто вы такой? Кажется, у вас раздвоение личности. Вы не можете быть одновременно и грешником, и спасенным. Вы не можете оставаться тем же самым. После того, как вы сказали, что-то произошло. Теперь, когда я спасен, я больше уже не грешник. Теперь я праведен перед Богом. Раньше я был грешником, но теперь, когда я спасен по благодати, я новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Больше не говорите так. Мы все грешники, спасенные по благодати. Говорите за себя, и говорите так. Раньше я был грешником, но теперь спасен. Я спасен. Аллилуйя! Я новое творение. Минуточку, брат Доллар. Так вы что, говорите, что вы не согрешаете? Нет, я этого не говорил. Я сказал, что я не грешник. А как же вы называете то плохое, что делаете? Я называю это проявлениями ветхого человека, который в конечном итоге исчезнет. Вы не понимаете, что я говорю. До спасения во мне был корень греха. Дерево определяется по его корню. Вы скажете, ваши плоды скажут о том, какое вы дерево. Да, это так. Но вот какой пример я вам приведу. Вы можете взять мула и кормить его, как скаковую лошадь, стричь его, как скаковую лошадь, и дать ему такое имя, как у скаковой лошади. Но когда вы поставите его на скачке и прозвучит стартовый выстрел, то он поведет себя как мул, потому что ему никак не уйти от своей истинной природы. Подобным образом, и мы, рожденные свыше, раньше имели природу дьявола, но мы приняли спасение, и в нас вложен новый корень. Он называется корень праведности. И поскольку в нас корень праведности, то мы можем производить плоды праведности. Но вот в чем дело. Всякому корню нужно дать время созреть и вырасти. Аллилуйя! А сейчас примите истину. Я праведное дерево, поскольку у меня корень праведности. Да, ваше поведение подчас не соответствует вашему корню, но это плоды, оставшиеся от вашего прежнего корня. Но если вы будете верить в то, что в вас новый корень, который есть праведность Божья, тогда в конечном итоге ваш новый корень будет приносить новые плоды. Ветхие плоды исчезнут, а новые появятся. И Иисус — это тот, кто все это производит. Воскликните! Я праведен перед Богом! По вере во Христа Иисуса! Откройте пятую главу второго послания Коринфяна. Давайте я вам покажу, что нам следует делать, как христианам. 17 стих. Итак, кто во Христе, тот... Кто? Древнее что? Теперь все... Тут сказано. Стало новым. Теперь все становится новым. 18 стих. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Я слышал самые разные проповеди о слове примирения. О чем же говорит всемогущий Бог? Он говорит, я действую через Иисуса, чтобы всех примирить с собой.